Здравствуйте! В эфире канал «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Майя Хамдохова. На этой неделе на базе Северокавказской государственной академии открылся первый в Республике военный учебный центр. Участие в торжественном мероприятии принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности в сюжете Артура Мхце. Идея открытия в Карачаево-Черкесии военного учебного центра на базе одного из вузов республики существовала давно, но лишь пару лет назад она приобрела для региона реальные очертания. В декабре 2022-го председателем правительства России Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о создании 16 военных учебных центров при государственных вузах. В этот список вошла и Северокавказская государственная академия. Приезжавшая год назад в республику группа сенаторов, курирующих в том числе и военно-патриотическое направление, еще раз подтвердила заинтересованность в дополнительном обучении студентам военным специальностям. Стоит отметить, что создание в Карачаево-Черкесии военного учебного центра стало совместным решением руководителей республики и вуза, которое в Минобороны полностью поддержали. Официальное открытие центра началось с возложения цветов к мемориальному сооружению с именами воспитанников академии, погибших в ходе специальной военной операции. Далее перед студентами и курсантами вуза выступил Рашид Тимрезов. Поздравляю вас с официальным открытием центра и началом первого учебного года в его истории. Отмечу, что в первую очередь открытие военного учебного центра отвечает задачам, поставленным нашим национальным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. По патриотическому воспитанию молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников Отечества, которым был и остается в нашей памяти герой России Канамат Баташ. Теперь у студентов академии появилась возможность на добровольной основе осваивать воинские специальности, а впоследствии получить наряду с дипломом и военный билет. После торжественного открытия центра почетные гости постили учебные классы, убедились в качестве материально-технического обеспечения. Наработан определенный методический материал. Сейчас материально-техническое обеспечение учебного процесса. У нас поставлено хорошую ногу. В принципе, получены все виды стрелкового вооружения, которые находятся в мотострелковых подразделениях. За исключением ждем поставку военной техники. Ну, это начнется уже со второго курса обучения у них. Поэтому у нас время еще есть. А база уже подготовлена. То есть ангары для размещения учебной аудитории подготовлены. И, в принципе, у нас уже проведены первые занятия. Направление подготовки. Это мотострелковая составляющая, в первую очередь. Первый взвод мы уже набрали. Это будут ребята учиться два года, сержанты-старшины. Мы обратились с предложением рассмотреть возможность подготовки военных медиков. Не просто офицеров запаса, которых мы планировали готовить, в том числе на базе военного центра. Но и кадровых военных медиков. С учетом того, что три вуза в стране готовят такое направление подготовки, их не совсем хватает. Одним из тех, кто теперь обучается в военной специальности, студент мединститута Николай Корниенко. Дело в том, что я всю жизнь хотел стать военным врачом. И это была мечта всего моего детства. И когда я поступил в медицинскую академию, я услышал, что планируется открыть военный учебный центр. И, естественно, я, недолго думая, сразу же решил собирать документы и поступать сюда, чтобы получить дополнительное военное образование. Ну и чтобы осуществить свою мечту. Руководителем учебного центра при академии является родной брат Канамата Баташева Мурадин, который рассказал, каким критериям должны соответствовать будущие курсанты. Первое условие – это возрастные ограничения, не старше 35 лет. Следующее – он, так как мы готовим военнослужащих запаса, необходимо, что он поступил в один из институтов нашей академии. Чтобы уже учился на первом курсе института. После зимней сессии, то есть окончания первого симметра, мы весной среди первокурсников начинаем отбор. Отбор осуществляется по трём критериям – подтягивания, стометровка и три километра. Оказаться в числе курсантов центра могут только те, кто успешно выполнил все нормативы, а также хорошо учиться по основной специальности. Впрочем, если с первой попытки поступить не получилось, у кандидата есть ещё одна. Главное – выполнить работу над ошибками и всё-таки преодолеть необходимый барьер. В скором времени в военном учебном центре планируется дополнительный набор групп. А среди педагогов – опытные наставники, кадровые офицеры, в том числе из регионального управления Росгвардии. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Обеспечение безопасности в Прикубанском районе в сфере ЖКХ, землепользования и безопасность на дорогах. Об этом расскажет прокурор Прикубанского района Евгений Булатов. Слово Белли Джозаевой. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире наша программа «Сила права». И сегодня мы будем говорить об обеспечении законности на территории Прикубанского района. И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора Карачаево-Черкесской республики Елена Дармаграева. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Сегодня в программе мы будем говорить о принимаемых мерах по обеспечению законности на территории Прикубанского района. С начала этого года районной прокуратурой было выявлено свыше 700 нарушений законодательства в различных сферах. Для их пресечения внесено 216 представлений. Принесен 701 протест на незаконные правовые акты. Предъявлено в суды 49 заявлений. По постановлениям прокурора 32 лица привлечены к административной ответственности. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о нарушениях при предоставлении земельного участка. Данное дело сейчас направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд. В центре пристального внимания прокуратуры Прикубанского района находятся вопросы защиты трудовых прав граждан. И здесь очень важно, чтобы работники своевременно получали заработную плату. Право на труд – это конституционное право. И в статье 37 Конституции Российской Федерации говорится о том, что каждый гражданин имеет право на труд и на получение вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. В статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты может быть определена правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и трудовым договором. И еще раз хочу акцентировать внимание работодателей на то, что не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который работник проработал, заработная плата должна быть выплачена работникам. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем, зарплата выплачивается накануне, то есть в день, предшествующий выходному или праздничному. Лица, которые допустили нарушение трудового законодательства, а в том числе задержку выплаты заработной платы, несут административную ответственность по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает за частичную невыплату заработной платы на срок, превышающий 3 месяца, и в случае полной невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев. Состав преступления по невыплате заработной платы будет только в том случае, если у работодателя имелась реальная возможность выплатить заработную плату, но он ее проигнорировал по каким-либо причинам. И обязательным признаком данного состава преступления является наличие мотива у работодателя. Это должна быть корыстная или иная личная заинтересованность. Что касается санкции, то мера наказания может быть назначена в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период работы до 3 лет. Могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. И суд может применить дополнительное наказание, лишить лица право заниматься определенной деятельностью также на срок до 3 лет. Если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, и в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела оно погасило долг по заработной плате, то в данном случае по закону он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. И сегодня в программе, уважаемые телезрители, прокурор Прикубанского района Евгений Булатов расскажет вам об осуществлении надзора за исполнением трудового законодательства, земельного, об обеспечении законности в жилищно-бытовом секторе и в иных сферах правоотношений. Здравствуйте, Евгений Борисович. Благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, мы будем говорить о проблемах, которые существуют в Прикубанском районе. Первый вопрос будет о трудовых правоотношениях. Какие нарушения вами выявились в Прикубанском районе? В сфере трудовых правоотношений на прокуратуру, конечно же, возложены очень серьезные функции по надзору за своевременные выплаты и заработные платы, обеспечение безопасных условий труда, ну и иные. В данном случае на территории Прикубанского района у нас выявлялись следующие нарушения. Они были как раз таки связаны с восстановлением прав граждан на оплату труда. Была путем мониторинга выявлена публикация о том, что в одном из предприятий имеются задержки в выплате заработной платы. Проведенная проверка установлена, что перед 36 сотрудниками имеется определенная задолженность по заработной плате. В данном случае, как уже было сказано в начале программы, работодатель несет ответственность. Вплоть до уголовной нами были приняты меры. Работодатель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей, которую он оплатил. В целях устранения задолженности и недопущения впредь прокуратура внесена представление об устранении нарушения закона. Были приняты меры и принимаются в настоящее время меры, потому что зарплата погашена частично, но, однако, имеются проблемы. Было привлечено должностное лицо дисциплинарной ответственности указанного учреждения. Поскольку задолженность не совсем погашена, в настоящее время нами повторно вынесено постановление о возбуждении дела административного правонарушения, где предусматривается уже дисквалификация должностного лица. То есть суд может принять решение, и мы будем настаивать на этом, о том, что дисквалификация законом предусмотрена. То есть отстранение должностного лица от руководства предприятия. Евгений Борисович, как известно, сфера ЖКХ самая проблемная, и не только в Прикуванском районе. Что здесь выявлялось прокуратурой? В сфере ЖКХ, конечно, нас требуют приказы генерального прокурора, приказы прокурора и указания прокурора Карачева-Черкесской республики. Здесь широкая сфера деятельности нашего надзорного ведомства. В частности, имеются также неправомерные нарушения за начисление платежей за услуги ЖКХ, что и нами было выявлено. Так как прокуратура обратилась к жительнице поселка Кавказский, своим заявлением пожаловалось на необоснованное начисление и долга за коммунальные услуги. Доводы из заявительницы нашли свое подтверждение в ходе проведенной проверки. В этом случае было установлено, что ресурсно-снабжающая организация незаконно включила и начислила на лицевой счет задолженность за коммунальные услуги предыдущего собственника квартиры в размере более 100 тысяч рублей. Конечно, это незаконно, нами внесено представление, нарушения закона устранены. В данном случае, должностное лицо, которое допустило данные нарушения, было привлечено к дисциплинарной ответственности. Другой пример. Было разрешено обращение местных жителей о нарушениях предоставления услуг водоснабжения. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», которое производит услуги по водоснабжению и водоотведению в поселке Кавказском, неоднократно, вопреки требованиям закона, допускало временное ограничение водоснабжения на квартирных домах и частных домах, расположенных в данном поселке. По итогам рассмотрения внесенного нами представления, нарушения были устранены, организованы надлежащим водоснабжением жителей муниципального образования. Кроме того, по постановлению прокурора, генеральный директор указанного водоснабжающего учреждения, привлечен также к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка временного ограничения водоснабжения, то есть за несоблюдение требований к оказанию коммунальных услуг. Также было внесено представление в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжения жителей Дружбинска и сельского поселения, приняты меры по устранению допущенных нарушений. Это лето у нас очень жарко, и, конечно, были серьезные нарекания к водоснабжению жителей Прикубанского района. С перебоями предоставления воды в других сельских поселениях также осуществлялось водоснабжение. Был организован подвоз воды органами местного самоправления, ну, конечно, воды, естественно, не хватало, и были нарушения при предоставлении, то есть подвоз воды ненадлежащему угоду был образом организован. Поэтому в адрес 11 глав муниципальных образований, то есть органов местного самоправления, нами также было внесено 11 представлений о принятии должных мер по организации подвоза питьевой воды для населения в случае ограничения водоснабжения, что предусмотрено законом. А также внесено представление в Усть-Жигутинский муниципальные учреждения водоснабжения и водоотведения, по вине которого также несвоевременно осуществлялись меры по ремонту водопроводных труб водоснабжающих и водоснабжающих организаций. Некачественные были осуществлялись проведения аварийно-ремонтных работ в водопроводных сетях, что также, естественно, нарушило права граждан на качественное и пить перебойное водоснабжение. Результаты, рассмотрение представлений по результатам были приняты меры, и надлежащему водоснабжению должны слилиться, которые были виновны в его ненадлежащей организации, были также привлечены в дисциплинарные ответственности. Какие нарушения пресекались прокуратурой в сфере земельных правоотношений? Расскажите об этом. Множество нарушений прокуратуры выявляются также в сфере земельных правоотношений. Выявляли случаи не особо основного предоставления пользования земель в сельхозназначениях без предусмотренных законом торгов. В целях устранения нарушений прокуратуры направлено исковое заявление в суд. Благодаря прокурорскому вмешательству земельный участок площадью 20 гектаров был возвращен в муниципальную собственность Прикубанского района. Так было выявлено, что в январе 2021 года между администрацией Прикубанского муниципального района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка сельхозназначения. Вопреки требованиям закона, торги при этом не были проведены. В последующем индивидуальный предприниматель переступил по договору аренды земельного участка с целью узаконивания другому лицу. Прокуратура обратилась в суд в районный с иском и признание указанных договоров недействительных. Суд требования прокурора удовлетворил. Ответчики подавали жалобы апелляционные, конституционные. Но, однако, решение было высшестоящими судебными инстанциями утверждено. По данному вопросу в настоящее время также держим на контроле данный вопрос в целях его исполнения. По другим земельным участкам также проводились проверки совместно с другими правоохранительными органами. Нам и в 2022, и в 2023 году также выявлялись случаи незаконного предоставления земельных участков. Вынесение, правда, в предыдущие годы незаконных свидетельств о предоставлении данных земельных участков. По данным фактам и в 2022, и в 2023 году нами направлялись материалы в следственные органы, по которым были возбуждены два уголовных дела. В одном случае по одному земельному участку, в другом случае в 2023 году было возбуждено дело по незаконной выдаче семи земельных участков. Ну и, конечно, архиважный вопрос, жизненно важный вопрос – это безопасность на дорогах. Что вы можете сказать по этому поводу? Надзор в сфере безопасности дорожного движения, конечно, это важнейший вопрос для населения. Мы практически все вводим машины и ходим по дорогам. И данная сфера не остается без внимания прокуратура района. По согласию законодательства, к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. Были выявлены факты непринятия администрации МИР по проведению кадастрового учета и регистрации права муниципальной собственности на указанные дороги общего пользования в границах поселений Прикубанского района. Данное нарушение не позволяет органам местного самоправления решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а также надлежащее содержание использования дорог, поскольку они не поставлены надлежащим образом на учет. В связи с чем муниципалитетно унесли представление об устранении нарушений закона. Данные нарушения также были устранены, дороги поставлены на учет и в настоящее время ничто не препятствует их нормальному содержанию, финансированию, при наличии, конечно, такого, что, естественно, также вызывает затруднения в органах местного самоправления. В рамках другой проверки было установлено, что администрации района не ведется реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах местного значения, что тоже немаловажно, особенно для инвалидов и других категорий, льготных категорий граждан. По внесенному представлению нарушения закона были устранены. Из практики привлечения уголовной ответственности правоохранительные органы, прокурор, районы участвуют в борьбе против правонарушений, совершаемых в пьяном виде участниками дорожного движения. Законом предусмотрена уже уголовная ответственность уже несколько лет. В настоящее время ответственность усилена в плане того, что уголовным законом предусмотрена конфискация транспортного средства, если уже повторно лицо совершает данное преступление. И такие случаи уже неоднократно производились меры по аресту автомобильных средств и поддержанию вопроса о их конфискации в судебном порядке. То есть при рассмотрении уголовного дела суды идут навстречу, вышестоящие инстанции поддерживают. Несколько случаев у нас имеется, когда транспортные средства, злостных нарушителей правил дорожного движения в обязательном порядке, это в пьяном состоянии, автомобили конфисковываются. Были случаи обжалования, но однако остались в силе, верховным судом они оставлены в силе. По самим дорогам в текущем году нами две дороги обследованы в первом полугодии, это в поселке Октябрьске и в поселке Кавказском. По результатам обследования выявлено нарушение стандартов ремонта и строительства этих дорог, отсутствие фактов ремонта, что грозит, конечно же, безопасности участникам дорожного движения. Что ж, уважаемые участники нашей программы, я благодарю вас за полную информацию, я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо вам. «Путешествие в детство» – так называлась выставка, которую организовал Банк России. На экспозиции было представлено более трех десятков фотополотен с изображением памятных монет, очеканенных в разное время и посвященных персонажам отечественной мультипликации, героям народных сказок и художникам. На выставке побывала Мадина Каракетова. Персонажи любимых мультфильмов, герои старинных сказок, поэты и писатели, пишущие для детей. Хоть посетителям выставки и нельзя посмотреть и потрогать руками настоящие монеты, но можно увидеть их изображение на фото, а также поближе познакомиться с технологиями монетного дела, узнать информацию о скульпторе и художнике, которые трудились над монетой о тираже. Приветствую посетителей выставки, управляющий отделением Банк России по Карачаево-Черкесии. Дмитрий Мечеряков отметил, что эта экспозиция уникальна и проводится впервые. Активное участие в подготовке этой выставки принимали эксперты отделения Национального банка по Карачаево-Черкесской республике. Гости нашей выставки сегодня смогут впервые увидеть уникальные фотополотна, с которых на вас будут смотреть всем известные персонажи мультипликационных фильмов. Вы сами видите, с какой точностью детализации были воссозданы эти художественные образы. Можно смело сказать, что каждая монета – это произведение искусства. В работе на дни принимают участие достаточно большое количество художников, скульпторов, целые художественные коллективы и команды. Все памятные монеты, изображенные на фотополотнах, отчеканены в разное время. И при создании каждой монеты медальеры старались передать стилистику кукольной анимации, если это персонажи свои из мультфильма, раскрыть возможности цветной печати по металлу, где-то применяли и выборочные золочения. Монета по мотивам бременских музыкантов, например, выпущена в 2019 году, и выпуск этого денежного знака совпал с 50-летием выхода мультфильма. Годом ранее была выпущена трехрублевая серебряная монета с цветным изображением сцены из «Ну, погоди». Режиссер «Ну, погоди» Вячеслав Котюночкин хотел, чтобы «Волка» озвучивал Владимир Высоцкий, но худсовет и его идею почему-то не одобрил. Поэтому всесоюзный любимец серый заговорил голосом знаменитого Анатолия Попанова. Актер очень серьезно отнесся к возложенной на него задаче. При озвучке тонущего «Волка» он попросил принести ведро воды. Только так ему удалось добиться максимально убедительного звукового эффекта. Но что касается самой монеты, посвященной «Ну, погоди», то решили взять сцену, на которой «Волк» и «Заяц» на коньках танцуют танго. Хотя, говорят, были и другие интересные идеи. Первоначальный вариант был такой, что будет изображена сцена, где «Волк» наблюдает, подкрадывается к «Заяцу». Но победила дружба, скажем так, выбрали вот такой вариант. Авторы решили все-таки остановиться на варианте с танцем, так как он более динамично смотрится и компонуется на монете. Сестры Велина и Диана Ташева признаются, что эта необычная экспозиция была для них интересна и весьма полезна. Больше всего мне понравилась монета, посвященная Пушкину. Я с самого детства очень любила его сказки, и поэтому я очень удивилась, когда увидела такую монету на этой выставке. Она мне больше всего запомнилась. Мне бы хотелось, чтобы у меня была вот такая монета. Представляете, я сегодня по-настоящему видела, как выглядит один миллиард рублей. Если ты накопил миллиард на путешествие, то его придется ввести вот так. Это действительно инсталляция одного миллиарда рублей в купюрах достоинством 5000 рублей. Для сравнения, в картонную коробку меньшего размера вмещается 50 миллионов рублей, а в пачке рядом 5 миллионов. Проведение выставок – это одна из небольшой части работы, которую проводит Банк России по историко-культурному просвещению. Например, в прошлом году у нас уже успешно проходила выставка «Время и деньги», на которой посетители смогли ознакомиться с историей банковского дела, они смогли познакомиться с эволюцией денег. И также в прошлом году мы посетителям предлагали рассмотреть некоторые памятные монеты, которые были посвящены Карачаево-Черкесии. Специалисты отделения Банка России по Карачаево-Черкесии для посетителей подготовили и интересный мастер-класс, на котором рассказали, как банк защищает деньги от подделок и как самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи!